всем доброе утро продолжаем наши ежедневные влоги сегодня у нас какой день недели яночка четверг и мы в машине уже собираемся ехать на хор у яны уже почти прошел насморк правда еще чуть-чуть есть но сегодня мы поговорили с педагогом и так как надо готовиться поездки в чехии мы договорились что сегодня яна придет на занятия так что я она довольно и счастлива и очень нравится занятие на хоре поэтому мы с радостью едем сегодня еще погода нас будет радовать завтрашнего дня судя по прогнозу постепенно вы же знаете у нас погода будет меняться к сожалению так что сегодня надо максимально насладиться этим замечательным осенним солнечным днем потом у я на аккордеон и сегодня школа да и все вечером ничего нет вечером будем сидеть уроки делать что ты меня перекривливаешь камеру а ты же где обезьянка все мои хорошие поехали тогда сейчас во дворец молодежи чуть позже с вами увидимся хорошего всем дня хорошего настроения для тех кто смотрит этот влог самого утра за чашечкой кофе приятного вам аппетита люблю вас смотрите какая очень красивая и янка тут решила помешать работе жкх видите я и сказала ты можешь попрыгать но после этого собирай теперь собирай теперь все что рассыпала потому что это была работа людей и и надо ценить смотрите как красиво все какое небо показываю я на все хватит пожалуйста нос посмотри собери обратно чтобы кучка была ровненькая давай собирай ты знаешь что мама твоя не разрешает делать такие вещи прыгать можно но за собой потом надо прибраться вот так молодец вот так вот у нас проходят процессы воспитания поиграли потом убрались за собой по моему все правильно сейчас ехала сюда к себе в магазин такая дымка стоит на дороге но такая знаете это не туман это вот осень да и видно палит листву и тут этот запах запах осени запах жженой листвы и в городе прямо пеленой такая дымка но при этом вот так красиво в общем я приехала я на самом деле уже с минуты минуты на минуту и янка вернется я просто зашла во дворце к одной своей очень любимой женщине у которой я практически выросла на глазах я знала что она сегодня будет на работе просто зашла к ней пообщаться встретиться и думала зайду буквально поздороваюсь на три минутки а в итоге почти час не просидела проболтала ну вот все я уже нам в магазине сейчас придет яночка скоро и чуть-чуть еще что наверно побудет она со мной здесь и все и потом у нее аккордеон ладно все машина вроде закрыла так пойдем моя мариночка мое солнышко сидит грустит читает мариночка сейчас тебе много-много цветочков приедет да приедет смотри какую книжку марина читает давайте сейчас покажу хмельной ботаник на самом деле вы думаете что это что-то такое что нельзя показывать нет эту книжку можно показать и сейчас вам марина расскажет почему марин ты мне рассказывал очень интересно про эту книжку книгу описал ботаник женщина она ученая она в рамках исторических моментов рассказывает о культурах на основе которых делают спиртные напитки но это не просто про спиртные напитки и рецепты спиртных напитков и разных коктейлей но и история и то как правильно выращивать те или иные то есть мне кажется что это больше такое научная точка зрения да на алкоголь и и правила питья какого-то вот понятно вам а это да это очень классно подарочные здания знаете самое что смешное что моя марина точно так же как и я в принципе как июлька мы не употребляем алкоголь вообще абсолютно никакого но развиваться нам это не мешает правильно хорошие как видите я тут я в магазинчике только что приехал муж забрал давайте так буду стоять чтобы смотрели на веночке знаю но вам очень нравится муж забрал яночку поехали они на аккордеон занималась она вчера утром так что играл играл в общем такая вся она музыкальная на хоре тоже все нормально все хорошо отзанималась сказала что в чехии она у меня альт но в чехии сказали что она будет какую-то партию сопрано петь вот ну знаете кто кто в этом разбирается тот поймет что это значит я в этом не разбираюсь хотя тоже знаете такой момент удивительный да я никогда не пела я в этом не разбираюсь я всегда была уверена что мне вот медведь на ухо наступил что у меня там ни слуха ни голоса например нету но при этом я десять лет была в ансамбле цимбалистов причем была солисткой знали вы этот факт обо мне что я оказывается играю на цимбалах на самом деле я десять лет прозанималась меня ставили всегда в первый ряд у меня было много солирующих партий и в принципе наверное если бы мне еще сдали цимбалы я думаю что руки бы руки помнят я бы сыграла вот на таком вот нашем белорусском инструменте я тоже ездила с концертами по всей нашей стране очень часто мы в таких знаете серьезных залах выступали так что вот и у меня было немножечко музыкального прошлого хотя все что касается янки и ее музыкальных способностей это все от моего мужа потому что он у меня и поет он у меня играет у меня замечательно играет на гитаре у него в свое время в нашей молодости у него была своя группа где он сам писал музыку он играл тогда на гитаре был парень который пела не пытались даже как-то раскрутиться ну сами знаете как на своих собственных до инициативных началах очень сложно порой раскрутиться но при этом пару раз они выступали в городе на там на дне города я помню они выступали там пытались даже какие-то клипы снимать но уже потом когда началась семья у нас появилась янка конечно же муж это хобби свое забросил а еще он у меня очень долго проработал звукорежиссером то есть человек именно как раз то что хотел сказать вот музыкальные способности яны они все-таки передались с генами от мужа как в принципе все становится ну я думаю вы наблюдаете за яны вы видели в моих видео не раз моего мужа и по-моему здесь все и так понятно что реально все абсолютно было передано именно вот с той стороны от меня я не знаю что было передано янке вот честно тем не менее что сейчас мы делаем я жду цветы я же вам сказала что цветочки сегодня приедут вы слышали когда зашла к Марине она тут бедняжка грустит потому что очень мало цветов в холодильнике но должны привести я надеюсь что уже с минуты на минуту потому что уже где-то прошло больше часа да как я здесь но и обещали в течение часа поэтому с минуты на минуту приедут цветочки в этот раз в основном такой классический ассортимент потому что помните вам говорила сейчас наступает такой сезон спокойствия такой период затишья поэтому ждать чего-то сверх естественного в продажах какие-то вау просто букеты ну наверное не стоит хотя если они и будут то конечно же я в любой момент могу подъехать на склад и что-то интересненькое докупить сейчас я буду держать такой знаете самый ходовой ассортимент для того чтобы просто поддерживать ежедневные продажи магазина что еще тут вам сказать давайте тогда уже включусь когда приедут цветочки договорились все не скучайте мои хорошие скажу это же мариночка меня стала чистить смотрите цветочки привезли вот у нас тюльпаны желтенькие фиолетовенькие кустовая розочка альстромерия вот здесь эустома у меня мариночка уже чистит розу это эквадор семидесяточка 70 сантиметров сорт называется марципан такая вот нежная очень красивая да розочка здесь такая классика мандиаль мандиаль шестерочка 60 сантиметров вы уже все знаете и вместо простой обычной красной то есть знаете с фридомом чаще всего работаю я взяла игуазу мне нравится игуазу знаете чем стойкость классная она реально сумасшедшая по стойкости хотя красную розу мне не так часто покупают быстрее у меня покупает розочку розовую и белую и тоже был вопрос тоже у меня как-то был вопрос что у меня очень мало желтых цветов знаете у меня их мало не потому что я не люблю я на самом деле очень люблю желтые цветы но действительно у меня они не продаются то есть очень часто мы привозили желтую оранжевую розочку и к сожалению она списывается то есть у меня как-то так пошел такой клиент который любит либо знаете совсем уже такая классика белая красная либо что-то вот более нежная сиреневая розовенькая да вот такое из желтого цвета у меня всегда замечательно продаются желтые тюльпаны поэтому я их всегда заказываю из желтого цвета хорошо продаются подсолнухи правда их сразу разбирают единственный цвет вот оранжевый который всегда на ура продается это вот кустовая роза оранжевая которая baby сорт вот она всегда хорошо идет но если я поставлю одноголовую вот такой оранжевую розу да помнишь хаймейджик у нас стоял он такой оранжево-красненький почти вот он как стоял так тихонечко и и списался на самом деле есть такое я пыталась завозить я пыталась приучить покупателя к этому цвету но почему-то у меня он не пошел и опять же это ни о чем не говорит это не значит что вам не стоит привозить потому что я действительно знаю много примеров что у людей очень хорошо продаются желтые цветы но вот у меня больше наверно такая не наверное такая нежнятина нежнятина идет нежность и хорошие уже видите вся с вещами на выход что я хотела сказать пока мариночка моя тут перебирала цветочки расставляла все в холодильник я быстренько закрыла всю бухгалтерию за третий квартал перечислила налог так что до января могу спать спокойно да перечисли налоги может стать спокойно все все оплатила в отчеты все в налоговую я сдала у меня как часто спрашивают как я это все веду ну ребят во первых смотрите вы в основном то меня смотрите с других стран я не знаю как ваша налоговая система работает у меня есть декларацию которую я всегда сдаю где указывается сумма налога сумма сколько у меня денежек до было по по кассе по терминалу по безналу и потом так как у меня упрощенная система я плачу процент от всей этой выручки и ежеквартально перечисляю в свою очередь на мой личный компьютер банк поставил систему которая называется клиент банк и выходя в интернет я захожу в эту программку я полностью вижу что происходит на моем расчетном счету и полностью могу самостоятельно проводить все платежи вот вот так вот со своего расчетного счета на расчетный счет нашей налоговой только что был перечислен налог за третий квартал вот так я могу вам рассказать не знаю насколько это была для вас полезная информация просто вы часто меня об этом спрашиваете и я тут даже честно говоря немножечко смущаюсь потому что не понимаю что именно вам здесь надо рассказать чтобы вы хотели услышать да вот ну вот происходит это так сейчас как вы видите я с вещами потому что я очень быстро убегаю мне надо еще подскочить в банк подъехать и потом я лечу к маме у меня мама ждет уже с обеда а сейчас уже скоро будет пол четвертого я до сих пор отсюда не вышла видите как заработалась так что все говори своей мариночке пока пока желаю тебе хорошего хорошего рабочего дня моя девочка да вот не скучай тут выходи на улицу дыши свежим воздухом и грейся пока есть возможность до наслаждайся моя девочка все мои хорошие я поскакала чуть позже увидим слушайте ребят я только что вышла вот уже из банка сижу в машине на самом деле хотел сказать что мне вот сейчас настоящему было страшно я вот тут ехала к банку и по дороге ходил молодой человек я не знаю в каком он был состоянии он прямо кидался под колеса вот прям именно пытался прыгнуть под колеса когда останавливалась машина он пытался ломать дверь к водителю я когда проехала я успела что я как бы я проехала за наехала машина вот он на эту машину так кинулся то есть я уже в зеркало видела и потом когда припарковалась это вот тут рядом происходило в общем этот мужчина видно вызвал гаи потому что он то поехал дальше но этот молодой человек дальше шел просто по дороге махал руками останавливал каждую машину в каждую машину пытался влезть потом начал подходить к машинам на парковке начал бить по ним ногами начал пытаться тоже открыть то есть сильно так дергал за ручки и вот пошел там чуть в сторону парка и в это время подъехала гаи и вот там похоже сейчас с ним разбираются на самом деле самом деле это очень страшно это очень страшно потому что ты не понимаешь что произошло да ведь это ведь могут быть да ты думаешь сразу самый плохой негативные человеке ты думаешь том что может какой наркоман может какой-нибудь там психически неравновешенный а с другой стороны а может человек нормально может что-то произошло и человек помощи таким образом искал я не могу понять но мне было очень страшно то есть я я подъехала и припарковалась и я просто боялась выйти из машины потому что я не понимала что это за человек и что от него ждать мне надо было идти в банк сдавать денежку тем более то есть понимала что я с денежкой иду да как то так очень очень чувствуешь себя неприятно такие моменты вот но там вот машина гаи стоит стоят еще несколько рядом милиционеров подошли ну ладно я поеду я обычно не люблю быть зрителем если если бы это все произошло с моей машиной я бы как свидетель конечно бы осталось потому что у меня видеорегистратор есть да который все снимает но так как я вот именно стороны просто видела как он ходит ну какой я свидетель видеорегистратора сзади у меня нету это все происходило уже в зеркало заднего вида но не знаю не знаю конечно это я редко сталкиваюсь с такими ситуациями я обычно их там в новостях читаю да а вот так вот чтобы в живую что-то подобное увидеть меня честно говоря это очень шокирует вот ладно сейчас еду к маме все хорошие я уже во дворе у себя сейчас уже начало 6 скоро уже даже яночка моя школа закончит я все сделала приехала от мамы и мама меня накормила вкусно 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 ну как по-другому у мамы я думаю все вы прекрасно понимаете что мама всегда своего ребенка будет стараться вкусно накормить на стучине что-то во дворе поэтому очень шумно наверное меня не слышно давайте тогда сейчас придут домой и это мои хорошие как видите я уже дома уже сейчас буду монтировать видео приедет яна с мужем мы покушаем и делаем уроки будем отдыхать поэтому я включилась для того чтобы вам всем пожелать хорошей пятницы завтра же пятница правильно слушайте совсем забыла какой день недели мне что-то кажется что сегодня вторник не знаю почему а сегодня же уже четверг так вот хочу вам пожелать отличной пятницы хорошего настроения впереди ведь вас нас ждут выходные и пусть улыбка не сходит с вашего лица ведь это так здорово получать от жизни позитив и радоваться каждому моменту каждому дню пусть ничего вас не огорчает помните я вас очень люблю вы у меня самые классные самые лучшие и самые добрые будем на сегодня прощаться с вами была оля спасибо что остаетесь со мной до завтра